Хорошая память поможет вам сохранить знания об оказании первой помощи и в нужную минуту выдаст правильный алгоритм действий. Прямо сейчас, продолжение цикла сюжетов об оказании первой помощи. Сегодня узнаем, что делать при серьезных ожогах. Различают четыре степени ожогов. Первая степень характеризуется ярким покраснением кожных покровов, болью и сжением. При этом необходимо пораженный участок охладить под холодной струей воды в течение 15-20 минут, дать пациенту обезболивающее, а если в домашней аптечке есть противоожоговый спрей, обработать им пораженную поверхность. Вторая степень также характеризуется покраснением кожных покровов, сжением, болью и наличием волдырей с мутным содержимым. При второй степени также необходимо обработать пораженную поверхность под холодной проточной водой в течение 15-20 минут, дать пациенту обезболивающее, наложить сухую повязку или специальную противоожоговую повязку. При третьей-четвертой степени происходит полное омертвление кожи, в процесс вовлекаются сухожилия, мышцы, а при четвертой степени даже кости. Первая медицинская помощь заключается в том, чтобы дать пациенту обезболивающее и срочно вызывать скорую помощь. При ожогах категорически запрещается использовать масла, спиртосодержащие растворы, сметану для обработки ожоговой поверхности. Ни в коем случае не вскрывать пузыри, не отрывать прилипшую одежду с ожога, а аккуратно срезать ножницами, не накладывать вату.